Уважаемые друзья, на дворе тубак, но это не мешает нам приобрести для наших младших, так сказать, друзей собачек корм. Попросили, сделаем, вопросов нет. Сейчас поедем в приют, который новый строится, впервые в истории нашей республики. Все, короче, заценим, купим и посмотрите, что мы будем делать дальше. Что сказали купить? Купить, сказали, короче, геркулес и еще какую-то тему. Перловку. Перловку, да, вот сейчас и будем брать. Дайте, пожалуйста, два мешка перловки и один мешок геркулеса. Так, вот уже несут в машину нашу. Позоветаем. А вот и собаки. Встречают. Привет, укусик. Нет. Ну посмотрим, ладно. Даня. Нет, ну если вы первые не начнете. Нет, ну а что я начну? Они могут почувствовать мой внутренний скак, могут меня укусить. Я тоже опасаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой. Привет, привет, малышка. Да, от меня пахнет собачкой. Вкусненько. Так, ну-ка, правила посещения, приют. Ух ты, тут уже вот даже что есть. Идите сюда, не бойтесь. Сюда подходите. Студенты, я так полагаю, тоже привезли корм. Наверное. В виде себя. Сейчас посмотрим. Смотрите, сколько собачек только на входе еще. Дети боятся. Ну, опа, что-то боятся. Я тоже боюсь. Так, а вы не бойтесь. Ну что, пойдем, а? Дети! Пойдемте. Киргарь! Заходим. Надя, ты взял, забыл в машину. Пойдите, пшли. Пусть она эта. Пошли домой. Привет, привет, малыши. Привет. Мы вам привезли кушать. Ой, смотрите, сколько малышей. Я впервые в жизни в таком количестве в окружении собак. В окружении любви, позитивной энергии. Честно, как бы я чуть-чуть напрягаюсь. В ожидании того, что кто-то меня цапнет из-за того места. Так, тут главное от мамы не отходить далеко. Там еще есть кто-то. Так, здесь у нас все строится, да? Да. Ух ты, вот, мы в святая святых. Здесь у нас все строится. Вот это, да. Куда можно положить Геркули? О, мешочек прекрасный. Пойдем. Да, мы вам с подарками. С подарками. Привет, малышка, привет. Моя хорошая. Даня, иди сюда. Смотрите. Здорово. Так, это у нас ужин вечерний, правильно? Это уже от Гернили. Это отходы, которые пойдут. Сейчас вот Наташа скажет. Наташа, иди скажи. А столовые всякие учреждения привозят свои отходы сюда? 55-я бригада забирает. Это детский корпус. А вот, допустим, всякие кафешки и прочее. Они же, без того, что бывали, вы сюда, да, привозите? Ну, говорите же, можно. Я буду привозить, но замечательно. Потому что не хватает времени забирать. Ну, пойдемте, покажу, где что будет. Пойдемте. Это теплое помещение, мы построили сами. Возлец не было. Когда взяли вот эту территорию, варилочную. Средний. Эта территория у нас находится в аренде. Там всех саразов. Закрыли. Ну, нормально. Барьеры. Барьеры огромные. Здравствуйте, товарищи. Товарищи, отстань. А что ты меня толкаешь? Оля. Товарищи, хватит поставать. Все наладится. Все будет хорошо. Я вообще в шоке. У нас еще корова тут есть. Ого. Корова, муж и собакой. Ну, вот тут у нас будет кухня. Здесь будет и ветеринарный кабинет. Здесь будет у нас стационар. Здесь будет карантинная зона. Вот там ведь все, что... Лена, ну, как в жизни тут собаку не идет. Вот это эмоции, блядь. Это столько... Любви. Только буквально два года назад сказать, до нас дошло, как надо работать. Что это нужно стерилизовать, обязательно выпускать на место обитания. И сейчас два раза в неделю мы устраиваем выставки раздачи. Зимой животных не разбирали, но так у нас с одной выставки 10, 12, 15 собак уходит. А в Айболите в месяц отдается от 30 до 70 котят и кошек. 200 собак? Что, пойдем пройдемся по территории? Да, давайте. Нам сказали, что здесь есть черно-белый пёс, который прикусывает за ноги. Я тоже с унором. А я его вижу. Это вот тот, наверное. Мне кажется, это вот он. Вот, я думаю, что это он. Ой, не, я не пройду. Пойдем, я тебя буду оберегать от черно-белого. Да, я его вижу. Пойдем, хотя бы до коровы дойдем. Давайте меня защищать. Саша, что ты делаешь по караулу? Вот это, ну. Вот это. Небо один клуб. Но он, блин, вот такая... Вот это мощно. Смотрите-ка. Вот эта территория. Вот до того забора, видишь? Да, да, да. Вот прям до того. Смотрите, сколько там. Вот там. Вот много. Вот там специально из-за крыли, потому что знаем, что вы придете. А так, планируем, когда тепло будет, прямо всех расходить по валерам. Хотя мы уже так делали. Но они, зараза, не скакивают. О, корова! Привет, малыш, привет! Привет! Она жила не в загоне, а прям с собаками ходила. И было так интересно, у нас фотографии, если вы коровы и собаки. Клево! И вот, безумно, построили такое вот помещение. Ага. Это круто. Сколько сейчас здесь собак? У нас в марте опять будет пересчет. Ну, было где-то 180. Но у нас в марте восстанация, прогнестовка. Поэтому, а, еще мы будем чипировать сразу же. И тогда уже точно будем знать количество. Потому что приходят, приходят, подкидывают стали. Опять наложатся водочку. Стрелки-волонтеры приходят. Так, лучше не нагибаться здесь. Здесь лучше не нагибаться. Вот здесь у нас инвалиды. То есть, вот, смотрите. Вот, когда баба, вот здесь, ребятушки. Слушай, мы собачки инвалиды. На двору скрутятся вот так. То есть, когда собаки рожают во дворах, мы обязательно приезжаем и забираем их. Это детские площадки, подъезды. И потому что коопей сложит, они будут жаловаться. Смотрите, какие хорошенькие. Вот эта беленькая особенность. Привет, малышка, привет. Привет, ушки, привет. Всем маска нужна. Все хотят внимания. Это местная достопримечательность. Это старушка, которую летом подобрали на горе. Такая пухленькая. У него, в общем, на животе там где-то опарыши были. Ой, почему ее выночили, простерилизовали. Дерка, по-моему, тоже есть. Она вот такой пухляш. Вот Маша очень хорошая собака. Добрая, адекватная. Есть всего лишь год. Она простерилизована у нас. И ждет своих самых лучших, замечательных, это любящих хозяев. Она крупненькая, крупненькая она. Ну, видимо, она помощь с чем-то. Какая помощь нам здесь нужна? Нам нужны руки. То есть нам нужно убирать вольеры. Вот. Нужно общаться с животными. Нам нужна помощь в распространении информации в социальных сетях о пристройстве наших питомцев. Потому что все равно люди звонят. Сужен там пес, молодой. Ну, вообще просто нужна собака. Куда приехать? Вот нужна собака. У вас здесь выбор на все вкусы. Куда приезжать? Обращайтесь. Можно приезжать в Доктор Век, потому что какую-то часть животных мы специально оставляем там. Это в центре Пызыла по адресу? Рабочая 193. Район центрального рынка. А если хотят помочь? А если хотят помочь, то лучше, конечно, созваниваться. Потому что мы же здесь непостоянно находимся. Телефончик, наверное, ставим? Да. Телефончик Эльвири Сергеевны. И точно так же, если хотят здесь взять собаку. Потому что люди идти боятся. Конечно. Поэтому мы берем за руку, проходим. Говорим, это стерилизованно, это еще нет. Это адекватно, это неадекватно. Мы тут рассказываем о характере животных. И человек уже не играет в себе питомца. Все сюда. Как относятся люди к тому, что вы делаете? Ну, читая соцсети, почему-то кажется, что наоборот, у нас в республике и в городе не всеных людей, ну, как-то даже не уважают, которые занимаются благотворительностью, которые занимаются волонтерством, которые помогают животных, лечат их. Почему они занимаются животными? Ну, они как-то подкидывают или что еще? Животных подкидывают. То есть волонтеров постоянно оскорбляют, называют разными нехорошими словами. А почему они это делают? Потому что вы не всех берете, но они же должны понимать, что вы просто физически не можете содержать всех. Почему-то люди считают, что от чистого сердца мы, обычные горожане, это делать не можем. Что, ну, типа, как это так, вы хотите сказать, что вы занимаетесь, что вы тратите свои средства? Ну, так и есть. Мы тратим свои средства, но люди считают, что вот нам платит мэрия, нам платит правительство, нам еще кто-то платит. Никто волонтерам и неравнодушным жителям не платит. Просто все это делается от чистого сердца и очень хочется, чтобы, ну, не знаю, хоть какая-то доля уважения, может быть, вообще к волонтерам была. То есть четыре основных человека работают и плюс волонтеры где-то помогают, да? Пять основных. Пять основных людей здесь работают. Вот, ребята, вот такой приют. Надо штрафовать по 50 тысяч минимум. Пока он еще не достроен, но вот это уже теплое помещение. Эльвира Сергеевна, а когда достроят? Когда вы планируете достроить вот эти помещения? Ну, здесь, в принципе, что? Двери у нас уже закуплены. Сантехника у нас закуплена. Это все вот благодаря мэрии города Козыла. Восходный миллион на транспортной выделили. Эти деньги пошли только на строительство? Вот сюда, на обустройство. На обустройство. Потому что здание-то мы построили сами, а это вот благодаря проекту поддержанной мэрии мы вот это все делаем. То есть залит пол, будет еще наливной пол. Здесь был асфальт, двери, я уже сказала, да, вот тут перегородки доделаются, электропроводка, то есть уже куплены все провода, смесители, да, раковины, причем из нержавеющей стали профессиональные, закуплены тоже на эти деньги, ветеринарное оборудование, ветеринарный кабинет будет, стационар будет. Инсенератор купили? Да, мы уже работаем, конечно, работаем, в полную силу работаем. У вас как впечатление? Вообще, Бискок, я в шоке стою, я вот на какой-то этот ходил, развлекательное шоу какое-то, столько собак в жизни не видел, просто ау-ау-ау со всех сторон, ау-ау-ау-ау-ау-ау, я вообще просто в трансе. Но самое впечатление, конечно, это, как ты, телочка. Как зовут телочка? Мурка, да. Мурка красивая она. Ну, дело реально действительно очень благое. Сколько надо сил, эмоций, нервов. Ну, реально, да? Терпение особенно. Это просто, я не знаю, это прям люди с большим сердцем и с такой выдержкой. Я вообще в шоке. Тебя отбудете помогать в приюту? Да, конечно. Мы с первого курса переходим. Это студенты педколледжа. Здорово. Дошкольники. Воспитательные детей дошкольного возраста. Ребята уже чистят карму. Давайте и вы. Все сюда. Священный месяц. Да. Белый.